Привет, друзья! С вами Марго, а это значит, что вы учите английский. Обычно я стараюсь, чтобы мой день начался как можно раньше, не всегда получается, но... I get up at 7 o'clock. Я стою в 7 утра. I eat pizza all day. Буква Z не читается как Z. Так это слово пишется по-итальянски, так мы его произносим по-итальянски тоже. То есть пицца, мы не говорим PISA, пожалуйста. Я ем пиццу весь день. Действия, которые происходят периодически, то есть неоднократно, а постоянно одно и то же действие всегда происходит. Я каждый день, допустим, каждый день просыпаюсь в 7 утра. Я постоянно, это правда, пью кофе. Вот это мое расписание, то есть я заканчиваю в 6.30 каждый день, независимо от моего настроения. Когда мы говорим, что что-то происходит периодически, иногда, всегда, никогда, мы используем время, которое называется Present Simple. Настоящее простое. Не понимаю, зачем люди постоянно просят, но почему-то перевод важен. Действие должно быть неоднократным. То есть если вы один раз выиграли в лотерею, то вы же не выигрываете в нее там по понедельникам. И оно должно иметь периодичность. То есть вот по понедельникам вечером мы встречаемся с друзьями в кафе. Берем обычный стандартный глагол. Вот я там говорила, что пью кофе каждое утро. И глагол пить будет to drink. Что такое to? Маленькая частичка, которая говорит о том, что этот глагол находится в инфинити. То есть это глагол без влияния времени, лица, числа и просто обычное слово пить. В Present Simple есть две формы. Я, ты, мы и они. Это все форма будет... Вот первая форма drink. Вторая форма звучит как drinks. Появляется окончание as he, she, it. He drinks coffee every morning. Каждое утро. She drinks coffee and it drinks. Ну, milk, если это кыса. Это то, как строятся положительные предложения на наших уроках. Это плюсик. Как мы скажем, я хочу. Просто глагол want. I want an apple. Да, я хочу яблоко. You want an apple. С окончанием as he wants some coffee. She wants some tea. We, что-то там. Pizza with pineapple. Мы любим пиццу с ананасом. Какую форму мы ставим? Like или likes. I, что-то там. Суши. Глагол to love. I, какая форма? Есть love, есть loves. Будет love. Все просто. I love you. Все это знают, но в моем случае. I love sushi. Jack, a new car. Глагол to drive. Drive это водить. Водить машину. Jack водит новую машину. Jack это he. Это он. Да, это третье лицо. Значит, будет Jack drives. Вы изучаете английский. Да, правильно делаете. You, какая форма? Learn. Просто learn. Dave and Sarah. Что-то там. Dinner together. Глагол to cook. Cook это готовить. Dave и Sarah готовят ужин вместе. Да, они, they. Какая форма будет? Cook. Любое время будет применяться только на первый глагол. Все остальные, хоть сколько их там будет, они все будут в инфинитиве. То есть, я хочу. Вот именно это слово и стоит в present simple. Да, мы тут не видим никакого ту и так далее. Я хочу спать, есть, любить. Что еще? Водить новую машину. Маленьким детям мы объясняем так. Если у тебя есть два глагола, посерединке тут. С положительными предложениями все понятно. То есть, мы говорим либо лайк, либо лайкс. И вот, в принципе, и вся работа. Как сделать отрицание? Частица do будет помогать нам. Мы к do прибавляем not. Эту конструкцию можно сократить. Do not, don't. You learn English. Ты изучаешь английский. You don't learn English. Ты не изучаешь английский. Что происходит с предложениями, где у нас есть окончание s у глагола? Окончание s переходит к сильной частице do. Мы должны прикрепить окончание и s. Получается does. То есть, у нас есть do и есть does. Does формируется таким способом, что открепляет окончание от глагола и забирает его себе. То есть, do превращается в does. Does not можно также сократить. Это будет doesn't. Мы будем ставить jack doesn't и убирать вот отсюда окончание. Значит, jack doesn't drive. Don't это не для I, you, we, they. И doesn't это для he, she, it. I like to now. Я люблю тунец. Как сказать, что я не люблю тунец? Ну, мы берем частицу don't. Окей? Пишем. I don't like tuna. He likes tomato soup. Он любит томатный суп. Раз это he, she, it, третье лицо, мы будем говорить doesn't. He doesn't, но что? Мы убираем окончание s отсюда. He doesn't like tomato soup. We swim in the lake. Как сказать, что мы не купаемся в этом озере? Мы там не плаваем. We don't swim in the lake. Она живет abroad. Это за границей. Для he, she, it мы используем doesn't. She doesn't live abroad. Убираем окончание. Live abroad. В вопросительных предложениях мы также будем использовать частицу do и does. You like spicy food. Ты любишь острую? Do you like spicy food? И вот и вопрос. Мы будем говорить do you like spicy food? Yes, I do. Мы вот это слово переносим в наш ответ. No, I don't. Все, точка здесь ставится. Конечно, можно продолжить наше предложение. No, I don't like spicy food. Но это короткие ответы, поэтому мы точку ставим вот здесь. У нас есть do, у нас есть does. То же самое мы просто ставим does в начало. Таким образом у нас формируется вопрос. Does he like? Окончание убираем обязательно, потому что все, окончание уже ушло. Нет его там. Does he like seafood? Ему нравится? Море, продукты. Используем частицу. Yes, he does. Либо no, he и отрицательный ответ. No, he doesn't. В положительном предложении для первого-второго лица мы будем говорить форму просто like. Тот же самый глагол, но в третьем лице будет выглядеть как likes. Как сделать отрицание? Ну, на помощь приходят вспомогательные частицы. Don't like, doesn't like. Do, кто-то там like. И does, кто-то там like. Yes, we do. No, we don't. Yes, he does. Либо no, he опять же doesn't. Мы будем использовать окончание с в глаголах для третьего лица только в положительных предложениях. Посмотрите, больше нигде этого s нет. Всё, всё, что вам нужно запомнить, это то, что в положительных предложениях есть like и есть likes, а в остальных будет do и does. Ну, либо don't, либо doesn't. They to play hockey at school. Они играют в хоккей в школе. Просто play. Он отправляет по 10 имейлов каждый вечер. Он, это третье лицо, значит, будет окончание с. Его сестра работает в международной компании. Его сестра это кто? Это she, значит, будет works. Теперь зададим вопросы. They play hockey. Как сказать, они играют в хоккей? Мы в начале предложения ставим do или does. Ну, в данном случае they do, да? Давайте. Do they play hockey? Давайте прям сутрём. Как ответить? Да, играют. Yes, they do. И либо no, they don't. He sends ten emails. Does he send? Does he send ten emails? His sister works. Does his sister work? Вы молодцы. Продолжайте в том же духе. Goodbye.